У нас сегодня очень интересные, исключительно важные мероприятия. Круглый стол о внедрении государственного планирования для того, чтобы вывести страну из тяжелого системного кризиса. Мы за последние годы накопили большой опыт в этом деле. Наша партия предложила программу «10 шагов достойной жизни». Под эту программу подготовилось 12 законов, которые позволяют сформировать бюджет в 25 триллионов рублей. По нашей инициативе подготовлен закон о стратегическом планировании промышленной политики и образовании для всех. О совершенстве закона о народных предприятиях, которые стали самыми эффективными в нашей стране за последнее время. Мы накопили уникальный опыт в Иркутской области, Новосибирске и в Орловской области. Наши руководители сегодня представят этот опыт и мы вместе с учеными, депутатами и специалистами обсудим свои рекомендации, которые сформулировали для президента, правительства и законодательных собраний всей страны. Самый крупный муниципалитет в Российской Федерации, город Новосибирск, более 1,6 миллиона жителей. Основное наше преимущество, в отличие от всех наших соседей в Сибири, это интеллектуальное преимущество. Это наличие сибирского отделения Академии наук. В этом году Владимир Владимирович Путин два раза был у нас в городе, посещал Академгородок. И именно ему принадлежит теперь ставшая уже крылатой фразой, что Новосибирск – это третья научная столица Российской Федерации. Мы готовы поделиться опытом, как работать. Мы готовы сделать предложение по совершенству нашего российского законодательства. Уважаемые друзья, сегодня перед нами Федеральный центр ставит задачу по развитию территории, по созданию условий инвестиционной привлекательности. Но совершенно очевидно, что в рамках национальных проектов, в рамках программы пространственного развития ни один регион не справится, если не будет выстраивать систему государственного планирования, планирования развития внутренних операционных связей, межрегиональных связей. Мы, Орловская область, как и многие другие регионы, сегодня активно ведем работу по заключению межрегиональных соглашений, по выработке наших внутренних экономических процессов. Я думаю, что сегодня опыт, который наработан в Иркутской, Новосибирской области, послужит основой для развития многих и других регионов. Надеюсь, что сегодня мы его обсудим и будем применить. Вообще-то, начиная прямо с любого совхоза, особенно с такого предприятия, как наше, народного предприятия, трудно переоценить возможности планирования. Но, учитывая то, что сейчас было сказано, конечно, нам бы хотелось прежде всего знать, что планирует власть. Потому что повышение налогов, повышение тарифов на ЖКХ, повышение цен на газ, ну и все остальное, не может способствовать никакому планированию. Причем это делается таким интересным образом, что ты узнаешь постфакт. А главное все-таки для экономики – это инвестиции. Сейчас, к сожалению, в России инвестиционные деньги, это деньги банков и государства, отделены от простых людей, которые занимаются бизнесом. И поэтому, конечно, необходимо выработать прозрачную программу реформ, программу планирования, которая бы позволяла тем предприятиям, которые работают на территории Российской Федерации, смотреть в будущее и уверенно развивать собственный бизнес. Об этом сегодня, я думаю, мы и поговорим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!